И всем привет, ребят! С Мистер Байк из Сьюзи. Письмо, новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему получению нового фреза. Наконец-таки у нас на счету 899 звезд и мне осталась лишь одна звезда, чтобы закончить наш элитный челлендж и получить все награды отсюда, включая фреза XT. Если вам нравятся подобные роды видеоролики, если вы ждали этот контент, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, оформляйте также подписочку на канал, если еще вдруг не подписаны, также не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике установите имуличный тег, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Также у нас в этом видеоролике будет определенный челлендж для вас в виде лайков. Как вы знаете, я коплю супер большое количество ультраконтов, на момент записи этого видоса у меня уже их 108, плюс дополнительно я получаю еще отсюда 35 контейнеров, и плюс сверху еще получу послезавтра 12, нет, 14 контейнеров с дополнительного ивента, который мы вчера получается забрали. и у меня будет более 150 ультраконтейнеров, которые я буду уже готов открыть в ближайшее время в нашей замечательной игре. Ну и дабы как можно быстрее все мы это дело оформили, давайте наберем 200 лайкозавров на этом видосе, и как только 200 контентовая будет, я сразу же записываю видос и выкладываю видос с открытием супер безумного количества ультраконтейнеров, если еще учитывать тот факт, что у меня здесь все те скины, которые имеются в этих ультраконтейнерах, они все есть в скин-контах, это значит то, что если я выбью эти скины, я сразу сверху смогу в будущем открыть скин-контейнеры и залутать с этих скин-контейнеров те самые заветные танкойны. Поэтому двухсотка лайков, и мы делаем этот жесткий контент. Буду надеяться, конечно, что с этих ультраконтейнеров мне что-нибудь да интересное выпадет. Ну а сегодня мы пикаем в мой любимый TDM режим. Нам нужно скатать одну любую катку и, соответственно, получить одну звезду за бой. Получая одну эту звезду, мы проходим челлендж и забираем всю эту самую контентовую прибыль. Давно у нас не было таких игровых видосов, ну а тут под одну звездочку почему бы и это все дело не раскатить, а не просто получить и уже забрать призы. Я думаю, что в виде боя это будет все интереснее, плюс это еще и на Дико Страйкере, на том самом контентовом вооружении с трофеями, которые у меня имеются. Да, у меня уже 411 тысяч вкусненьких набито, понятное дело, что не так много, но все равно потихоньку-потихоньку у нас все это дело бьется, что-то меня только в TDM-ку не бросает, я уже думал, что у нас тут ДДОСинг какой-то, вроде как обновляется поиск, значит ДДОСа вроде как нету, ну ладно, если не кидают меня в TDM, давайте пикнем тогда быстрый бой, может быть мне сразу тогда и в начатую катку закинет, в которой уже можно будет быстрее все это дело закончить и залутать те самые заветные контентовые призы, честно скажу, фриз мне этот очень понравился в виде скина, ну и 35 ультраконтейнеров для основного аккаунта я точно упустить не мог, если еще учитывать тот факт, что с этих ультраконтейнеров есть шанс забрать дополнительно себе в карманчик вкусные призы в виде красных свечений и скинов, то при любом раскладе я на такую вещь акцентирую внимание и не могу ее упустить так, небольшой пролаг у нас произошел при прогрузочке уже немножко у меня помп поднагрузился поэтому извиняюсь если что ну и будем стараться делать здесь досрочку потому что всякое может произойти может еще какой-нибудь дудосинг залетит поэтому будем стараться досрочно завершить этот бой в свою пользу ну и заодно постараемся набить как можно больше очков чем больше очков набьем тем больше в трофейчике дополнительно приболевски сополучим так, ни одного тиммейта нет на точке меня к сожалению сливает из-под стенки хотя в моменте показалось что я могу даже эту точку захватить выглядит все так как это будет полная катка главное чтобы меня как говорится ничего не подлагило и тогда будет вообще все по кайфику магнумы с поджогом очень больно залетают в моем понимании это вообще наверное на сегодняшний день лучшее устройство которое есть для подобных каточек и разыгровочек поэтому немножко в моменте неприятно играть против такого контента даже может быть стоит нам а резистор магнум у меня стоит эмунку от поджога взять не взять я даже не знаю сколько у них таких магнум с поджогом не вижу один магнум с поджогом я вижу еще один магнум только уже без поджога вроде как с поджогом один магнум если один то это не критично если один то это не критично но магнум накидывает прям очень плотно плюс еще шафты я смотрю тут контентика наваливают а 3 магнума у них даже 3 магнума шафт еще на добавочку дает от шафта можно по идее резист взять так ну и по сути центральная точка это самая сложная точка на этой карте поэтому если мы ее возьмем так и еще рельса шафт рельса магнум такой резист мы сейчас возьмем шафт рельса шафт у меня есть рез рельсы возьмем резист вот так вот сделаем так ну и надеюсь что я здесь при прыжке в минус не упаду ага хорошо шафт мне тыку дает вкусненькую и овердрайв хоппер вжимает в меня это как-то я как будто не удивлен почему он именно в меня вжимает так овердрайв наши тиммейты вообще стоят сверху на точку даже не едут никто контролировать ее я так понимаю не хочет но что поделаешь вот нам вкусняшку закинуло я уже левать не буду потому что мне все равно одну звезду-то при всем раскладе то надо получить мне вообще любую катку сыграй сто очков набей и у нас все будет пройдено поэтому раз закинуло то будем стараться будем потеть будем пытаться выигрывать этот бой васпик с бомбочкой пробуем накидку дать я как будто знаете в тир попал я стою в центре мне со всех сторон урона очень много вкидывают да и так же само у нас сверху тиммейты стоят тоже на магнумах и на шафтах и противники уже едут под точку в центр по которым надо тоже стараться накидочку оформлять а то если сейчас захватят или не захватят было бы конечно плохо мы бы сейчас так точку потеряли так ладно встаем под стенку на аккуратных поиграем оглушение очень неприятное срабатывает так ну и пробуем пожить подамажить в надежде что наши тиммейты здесь контенту дадут и вас бомбы просто вжимают просто вжимают бомбу так шафт я надеюсь держит точку нет он не держит ее откатывается назад и точку теряем по ощущениям весь бой сейчас будем контролировать чисто одну точку на центре при таком контролинге мне нет смысла стоять на самой точке мне лучше тогда стоять рядом с ней да если у нас нет шансов на ее захват тогда я лучше буду стоять рядом и стараться накидывать как можно больше домашки и тогда уже если тиммейты сумеют под захват вкусно сыграть под близкую уже темку то тогда может быть мы уже и залетим под вкусный контактичек так овердрайв арес обжимается плюс сводянка летит какая-то непонятная сводейла так и противник пытается доходить точку нашел идеальную позицию для сейва для сейва идеальная позиция только шафт мне все равно тыку дает и смока поджога мне тоже наваливает зачем так хорек играет я не понимаю так но меня все равно сливают все равно сливают даже с под сейва меня сливают и никак я не могу раскрутиться на своем дикострайкере чтобы пожить как можно дольше чтобы побольше покидать урона остается стоять сверху но сверху стоять это прям мега пассивно это то чего я делать конечно же не хотел бы все таки как-то страховочку своей команде давать надо и стараться точку не отдавать тоже надо поэтому будем хоть и летать на респ но стараться давать как можно больше пользы команде а не играть прям в плотную тдм даже если учитывать тот факт что точка все равно у нас на нейтралке держится все равно нужно стараться как можно больше полезных действий сделать с точки зрения именно фул контроля точки да то если мы сейчас контролинг потеряем в моменте противник подзахватит точку например там до половины потом овердрайвы прожмут и все мы уже точку потеряем хотя можно было бы наверное даже и под вражеский респ запушить и там с респа навалить урончика вкусненького вкусненького урончика навалить там два типа хорошо есть контактик есть контактик так по аресу даю 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 хорошо овердрайв есть так хопер тоже с овером ай-яй-яй подлаг неприятный так пробуем пробуем может быть это наш захват может быть это наш захват может быть может быть может быть есть контактик очень хорошо очень хорошо я уж думал если честно что тут точку невозможно захватить но вот видите под овердрайв сыграл чуть-чуть подконтролил до конца движуху и получилось забрать неплохо на победу теперь играть надо теперь мы играем под правую зону правая у нас как раз точка отлично будем стараться въезжать сейчас в нее при этом попутно сливая оппонента контролирую позиционно вот эту вот зону думаю что это будет самое правильное решение если мы сейчас здесь встанем чтобы я точку держал и меня никакой тиммейт здесь не сталкивался с нее там будет все шикарно так у вас пик через верх попытка накидочки урончика и мне магнум еще залетает не на магнум это очень больно если честно магнум прям мега больно так и лак серва у нас происходит блин какой же неприятный лак сервер надеюсь что это не додос сейчас додоса не будет никакого если я сейчас сыграю полный бой и будет у нас додосинг то это будет максимально грустно я не хочу еще одну катку полную играть ради того чтобы просто получить одну звезду это будет очень грустно при том что катка хорошая если бы у нас катка была бы не очень так противник пытается забрать точку найс слетела вся хорошо это очень хорошо что сейчас вся слетела точка так ну я надеюсь на свою команду если честно я очень сильно надеюсь на свою команду потому что ну пока что ситуация не очень у нас пока что ситуация не очень пока что ситуация очень не очень потому что там противник уже пол захвата держит контроль в пол захвата я как-то держу чуть-чуть но все Я нарез полетел Бойцы, бойцы, влетает там тип Успевает, нет? Нет, не успевает 1-1, плохо Плохо, на центре как-то у нас с точкой лучше получилось С боковой Боковую законтролил противник И без шансово забрал ее Так, ну может опять центр тогда прокнет Центр у нас более удачный Боже, какие тиммейты все-таки О боже, что ж ты делаешь-то, родной Говердрайв хочу раздать А ты по мне стреляешь Так вот Такие вот игроки играют В нашем матчмейкинге Ты даже не поймешь, что он хочет от тебя Думает, что я ему мешаю, или что он думает Понять не могу таких Да, как же много магнумов В таких режимах играет Это я теперь особо Это я не любитель осады Когда тут полтимы просто кемперов Так, но у нас зато есть возможность Забрать центральную точку Сейчас как раз прокнуло на центр Центр один раз я уже захватил Ощущение можно захватить и второй раз Там хоппер слева Хоппер слева Пока он долетит Можно уже и забрать контролинг Ай, шарелла неприятная Залетает Имейт и не контролит Хоппер вжимает овер И точку забирают на ноль Противники Титан с куполом Мог бы заехать в точечку Поставить куполочек А паладин раздается Ситуация критическая, если честно Ситуация критическая Походу отдаем мы точку Или титан успеет купол прожать Успеет подконтролить Нет, нажал, не нажал Нажал Контролит Контролит Хорош Я уже думал У меня вообще полная команда Слабачков Не понимающих Что делают они Но Оказывается У меня гении в команде Оказывается У меня гении в команде Которые Четко понимают Как выиграть эту катку И это меня не может не радовать Потому что победа в таком бою В приоритете Всегда у нас победа в приоритете В таком бою Когда он супер плотный Вдвойне в приоритете Так Бомбочка ставится Два Откатится Но мне все равно Вас по моут Сливает Так Ну что Надо сейчас опять Как-то быстро В контролинг Этой точке Вкидывать Максимум Максимум Вкидывать в этот контролинг Забирает сейчас Контроль точки Противник И Контроль Как будто критический Сейчас Как будто критический Одного сливаем Второго Быстро сливаем Точку Точку Хорошо Захват сбиваем Захват сбиваем Уже чуть-чуть По времени Хотя бы потянуть Что-то можем Мне сосуля вкусная Влетает Полтора минутки Остается до конца 670 очков у меня В рамках такого боя Для такой карты Это хорошее количество очков Так Ну и там тиммейт Был тоже Сувердрайв Не знаю На каком корпусе он был Ну как будто Если это был титан То он мог бы и купол прожать Так Васпик летит Через пол карты Наш Васпик С бомбочкой Так Вражеского Васпика Тоже накидочку Даем Мне уже Изида на хилинг Дает У меня 95% Ситуация Прям такая же Самая Как была Предыдущий раз Под захват Бомбочку бы поставил Тиммейт Может быть Что-то бы И получилось бы Сейчас Под захватинг Под захватинг Но нет 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 Тита Ой Нет Я думал Это шафт С лечением Наш Какой-то сейчас Захиль Это таково Не с лечением Шафт Нет С триплетом К сожалению С триплетом Так Ну у меня Овердрайв есть Остается 40 секунд До конца Здесь на фул захват Требуется 50 Ой Минута Ой 30 секунд Но тут противник Сейчас уже Очень близок К захвату Очень близок К захвату И это Очень плохо Классик Бомбу Нет Не успел Даже бомбу Кинуть И Анлаки Или не анлаки Анлаки Не анлаки Есть Контактик На ничку Хотя бы На ничку Контролинг А может быть Успеваем А может быть Хватает А может быть Хватает Контролим Контролим Максимум Мне вроде как Не хватает Вроде как 30 секунд Раньше была Под захват Точка И сейчас вроде как Ничего в этом плане Не поменялось Да Чуть-чуть Не хватает Нам под захватик Но ничку сделали Ничейку сделали Ты достиг Уровня 15 Специального Праздничного Челленджа Для получения Наград Нужен Элитный пропуск И еще я получаю 8 тысяч Практически С этого боя Ну и Нажимаем Заветные кнопки Ребятки Купить Элитный Пропуск За 1800 Нажимаем Кнопочку Подтвердить И забираем Все Награды Включая Скин На фриз Эксти И есть Контактичек Я думал Что если честно Будет еще сложнее Все это дело Пройти с додос Атаками Но Мы получаем Этого фриза И Одеваем его Вот такая вот Махина Вкусненькая У нас появляется В нашем гараже На нашем Контактике Я думаю Что за это Точно можно поставить Лайкозаврика Ну и как я уже сказал 143 уже Контейнера у меня имеется Плюс сверху Еще 14 У нас залетит Все остальные Вроде как с миссией Все возможные Контейнеры Я уже получил А это значит Что 200 лайков Это та самая цифра С которой Мы Откроем Все Эти самые Замечательные Ультраконтейнеры Поэтому Обязательно Втушите Лайкозавр На этот видос Оформите Подписочку На канал Если вы еще Не подписаны Также пишите В комментариях Набили ли Ли вы Эти самые Замечательные Звезды И получили Ли вы фреза Либо вам Например Это было Неинтересно Либо вы еще Не набили Напишите Что вы вообще Думаете По этому поводу Ну и Обязательно Проявляйте Активность И давайте Наберем Эту контент В двухсоточку Ну и так же Конечно Не забывайте Подписывайтесь на тележечку Весь лайв контентичек И вся информация По стримам Выходит именно там У меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока